До нового года остается менее двух дней. В информационной студии телеканала «Север» Ирина Никешина. Здравствуйте! Губернатор Неницкого округа Александр Цибульский провел прием граждан по личным вопросам. На встречу с главой региона пришли 10 жителей округа. Часть вопросов касалась решения жилищных проблем. Ряд граждан обратились с предложениями по благоустройству окружной столицы. Речь шла и о праздновании 75-летнего юбилея Победы. Экскурсовод окружного центра арктического туризма Ксения Евтыса обратилась к Александру Цибульскому с предложением включить в праздничную программу, посвященную 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, шествие оленей хупряжи, которые будут символизировать подвиг участников олено-транспортных батальонов. Глава региона с благодарностью воспринял эту инициативу и поручил внести ее в план мероприятий по празднованию в 2020 году Дня Победы. Еще одна жительница Наринмара, пенсионер Нина Абакшина, обратилась к главе округа с просьбой о строительстве многофункциональной спортивной площадки для взрослых в микрорайоне Городецкий. У нас там очень большое поле в Кармановке. Там раньше были огороды, но огороды закрылись, сказали, что будут строить. И вот смотрев на это поле, я все время говорила, какая здесь может быть хорошая спортивная площадка. Там поместится все. И для ходоков, и для велосипедов, и для кто на роликах катается. В центре поставить тренажеры, чтобы наши дети не по улице где-то там ходили, а вот именно приходили сюда и занимались. В ходе общения губернатор представил уже разработанный проект такой спортивной площадки, который планируется реализовать в 2020 году за счет средств окружного бюджета. В ходе приема граждан по личным вопросам обсуждались также вопросы переселения граждан в климатически благоприятные регионы России и деятельности муниципальных предприятий. В Ненецком автономном округе подвели итоги работы медико-социального проекта «Красный чум» в 2019 году. Проект реализуется ежегодно, начиная с 2008 года в рамках соглашения о сотрудничестве окружной администрации с компанией «Лукоил». С 12 по 21 декабря мобильная медицинская бригада Центральной поликлиники Заполярного района обследовала оленеводов из ПК Пути-Лича, членов их семей и жителей поселка Харивер. Всего порядка 450 человек. В составе медицинской бригады 12 врачей различного профиля – терапевт, педиатр, стоматолог, врач ультразвуковой диагностики, кардиолог, акушер-гинеколог, невролог, хирург, офтальмолог и психиатр-нарколог. Лабораторные исследования, ЭКГ и спирографию в рамках реализации проекта прошли более 390 человек. Диспансеризации охватили свыше 180 человек взрослого населения. Флюорографическое обследование прошли 292 пациента. По результатам проведенных обследований из общего количества выявленных заболеваний преобладают офтальмологические заболевания, болезни систем кровообращения и костно-мышечного аппарата. В ходе работы узкие специалисты Красного чума дали соответствующие рекомендации медикам участковой больницы поселка Харивер по дальнейшему наблюдению и лечению населения. Кроме того, в рамках проекта Красный чум врачами бригады выданы 17 медицинских заключений для получения лицензии на приобретение оружия и медицинских справок о годности к управлению транспортными средствами. Традиционно в оленеводческих бригадах медиками подготовлено 9 санитарных помощников. Им выданы аптечки для оказания первой медицинской помощи. Главная цель проекта Красный чум – повысить доступность в медицинской, лечебно-профилактической и консультативно-диагностической помощи для коренных и малочисленных народов Севера, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, а также жителей отдаленных сельских населенных пунктов НАУ. За последние 10 лет специалисты проекта побывали в 14 поселениях округа. Медицинские осмотры за этот период прошли более 6 тысяч сельских жителей, в том числе оленеводы и члены их семей. В Шойне появится школа-сад. Решение о бюджетных инвестициях в строительство принято на очередном заседании администрации округа. Объем финансирования проекта составляет 343 миллиона рублей. Период его реализации – 2021-2023 год. Школа-сад в Шойне включена в национальный проект образования и реализуется в рамках программы развития образования в Неницком автономном округе. Начало ее строительства запланировано на 2022 год. Планируется по согласованному заданию техническому с департаментом образования школа-сад на 90 мест. Из них 72 места – это школа и 20 мест – садик. Принятие распоряжения не полечет за собой изменения в окружной законном бюджете в связи с тем, что на 20-й, 21-й, 22-й годы приняты денежные средства в бюджете на проектирование, заложенные на 21-й год – 10 миллионов рублей. И остальные средства – 20-й год и далее уходят за бюджетный период строительства. По информации Пресс-службы администрации округа, также запланирована постройка блока интерната на 12 человек. Напомню, сейчас средняя школа Шойн размещена в трех одноэтажных деревянных зданиях, построенных в 1932-1934 годах. Комплекс состоит из здания школы для пятых-одиннадцатых классов, здания столовой и здания пришкольного интерната, в котором размещаются жилые комнаты для воспитанников интерната – начальная школа, школьная библиотека, спортивный зал и кабинет завхоза. Школа рассчитана на 100 мест. Фактически, на сегодняшний день в ней обучается 46 школьников и 19 детей дошкольного возраста. Глава Нинецкого округа провел заключительное в уходящем году заседание Координационного совета по правопорядку. На заседании обсуждалось взаимодействие ведомств по финансовому контролю, вопросам, связанным с банкротством налогоплательщиков, а также в борьбе с правонарушениями, совершенными в состоянии алкогольного опьянения. В ходе заседания были представлены доклады счетных палат Нинецкого округа, Наринмара и Заполярного района. Речь шла о результатах осуществления финансового контроля за использованием государственных и муниципальных бюджетных средств, а также о взаимодействии органов государственной власти с правоохранительными органами при проведении контрольных мероприятий. Особое внимание на совещание уделили борьбе с правонарушениями и преступлениями, совершаемыми в состоянии алкогольного опьянения. За 11 месяцев текущего года количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, сократилось почти на 24%. Тем не менее, их количество все еще превышает среднероссийский уровень. Как следует из доклада Управления МВД по НАУ, одной из мер по профилактике пьяной преступности в общественных местах является пресечение административных правонарушений, связанных с распитием спиртных напитков и появлением в нетрезвом виде в общественных местах. В преддверии Нового года создать праздничное настроение в семьях представители партии «Единая Россия» решили необычным способом, объявив конкурс семейных фотографий. Идея фотоконкурса не так проста, как может показаться. Главная задача – сохранение семейных новогодних традиций. Ведь участникам нужно было найти в семейных альбомах самые интересные фотографии, которые отражают дух праздника. Очень хорошая такая атмосфера возникла на информационном, позволила участникам достать и архивную часть фотографий интересные. И мы в новогоднем выпуске «Медведь Заполярье» разместили наиболее победителей наших, получивших дипломы, эти интересные фотографии. Анастасия Смирнова активно участница всех конкурсов, проводимых в социальной сети ВКонтакте. Вот этот новогодний конкурс не смогла обойти стороной. Сразу с дочкой сели в семейный альбом, полистали, фотографии в электронном виде нашли, посмотрели, где мы были, какие фотографии могли бы разместить, придумывали к ним вместе название. И где-то в предпоследний день конкурса, вот прямо на странице, разместили хэштег «Единая Россия, Новый год» в своей фотографии. Как впечатления? Вы знаете, очень интересно было посмотреть, как и в других уголках нашего региона встречают Новый год, справляют Новый год, потому что участвовали не только жители города Наринмара, но и жители Ненецка, автонома города, деревень. В конкурсе приняли участие 34 окружных семьи, в том числе из отдаленных муниципалитетов. Возраст самый разный. Вообще в молодых семей мало стало активных. Хочется, чтобы было больше. И людей, которые пенсионного возраста, даже возрастных 70-80, чтобы они участвовали. Поэтому очень здорово, что есть такие люди у нас. Фотографии, победившие в конкурсе, опубликовали в новогоднем выпуске газеты «Медведь за полярье». В данный момент ее периодическое издание восстановили. Сейчас она выходит раз в месяц тиражом 15 тысяч экземпляров. Нам хотелось бы таким хорошим конкурсом, добрым, поздравить всех читателей, всех жителей округа с наступающим Новым годом. Пожелать хорошего настроения. И в следующем году мы обязательно проведем такой же, но более масштабный конкурс. Наталья Кислякова, Екатерина Дементьева, Леонид Шишлов, Телеканал «Север». Такова информационная картина к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...